Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины. Ожидается, что уже в июне граждане Украины смогут посещать Европу без виз. Решение, конечно, прежде всего политическое. Европа и шире Запад признают граждан Украины европейской нацией. Влияние на экономику будет достаточно слабым. Стоит также отметить, что возможны туристические, профессиональные поездки, однако отсутствует права на работу. За последние три года экономика Украины пережила несколько внешних шоков. Потеря Крыма, война на востоке страны, ну и, конечно, разрыв хозяйственных связей с Россией. Изначально примерно половина экспорта Украины шло в Европу, половина в Россию. Западные столицы оказывают Украине серьезную поддержку. Однако изменить ситуацию в экономике могут только масштабные частные инвестиции. Создание производств, завязанных на экспорт в Европу. Частных денег пока нет. Инвесторов отпугивают высокие политические, военные и коррупционные риски. Неясно, изменится ли ситуация на Украине и пойдут ли туда деньги. Отдельно стоит сказать о риске суверенного дефолта. Такая вероятность, конечно, есть. При этом есть точка зрения, что господину Трампу легче будет работать с Юлией Тимошенко, которая уже к концу года может оказаться на Украине первым лицом. Дефолт – это идеальный повод для серьезных политических перестановок, в том числе для досрочных президентских выборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин